Для любого простого числа p можно посчитать сумму и капстали. x куб плюс kx, символы жандра, суммируем по всем остаткам от 0 до p минус 1. Оказывается, если p дает остаток 3, то эта сумма очевидно равна 0. А если остаток равен единице, то она дает еще одно доказательство теоремы Ферма-Рейлера. Оказывается, если вы возьмете квадратичное невычество и посчитаете сумму и капстали для единицы и для квадратичного невычества, то сумма квадратов половины этих сумм равна p. То есть как раз представление или сумма двух квадратов. Давайте сначала поймем, почему это очевидно. Ведь если p равен минус 3а по мудрю 4, то символ минус 1 по p равен минус 1. И значит, если вы разобьете все вычеты на следующее 0, если вместо x подставить 0, то нужно иметь 0 по p, то есть 0 по 8. Если п равен минус 1 по 1 по 1, то замечательно, что x и минус x друг друга уничтожит. Потому что когда вы сюда подставляете вместе x и минус, то минус выносится, но он вот так выносится. Совсем другая ситуация, если P сравнивать с единицей по углу 4. Вот смотрите, здесь стоит деление на 2. Это на самом деле вот что означает. Достаточно взять только суммировать от единицы до P-1 по полу. Значит, смотрите, X куб плюс, уже вместо как еще единицу, плюс X по P. Вот такую сумму возводим в квадрат. И здесь берем какой-нибудь невычет. Сумма, то же самое, по всем X от единицы до P-1 пополам. Здесь у нас будет X куб плюс эпсилон X по P и F в квадрат. Оказывается, замечательным образом это будет P. То есть явное представление, такое вот, через сумму. Ну, конечно, вычислять числа не так просто, потому что вам нужно пройтись по всем. И каждый отдельный символ вычислить быстро, ради всего P-штука. Так что никакого вычислительного смысла, конечно, в этой формуле нет. Но все красиво. Давайте докажем эту теорему. Начнем с совсем простого свойства. Пусть T не делится на P, тогда сумма от KT квадрат, это сумма движения от T по P умножить на сумму от K. Доказательство очень простое. Просто по определению выписываем, что это такое. То есть сумма X куб плюс KT квадрат X по P. Делаем замену. Вместо X подставляем именно T и Y. То есть Y тоже пробегает все вычеты. Все P вычеты по модулю P. Вместо X написали везде T и Y. T в кубе, Y в кубе. K здесь написали T и Y, но не получилось T в кубе. Теперь T в кубе по P умножить, получилось Y в кубе плюс K в кубе. Ну, это же либо 0, нет, я делал не 0, поэтому либо 1, либо минус 1. Значит, в кубе равно формула доказали. Что это означает? Когда мы в качестве числа K будем брать все числа от 1 до P минус 1, то смотрите, из них половина – это квадратичные вычеты. То есть те, которые можно записать в виде T квадрата. А половина – квадратичные невычеты, которые можно записать в виде X т квадрата. Где X, то самое квадратичные невычеты. При этом здесь стоит символ лежанра, а нас-то интересует – квадрат. Поэтому, если вы перейдете к квадратам, то это просто исчезнет. Теперь возвращаемся к формуле, которую мы должны доказать. Сделаем так. Вот здесь вместо рефициента квадратичный вычет. А здесь пусть все коэффициенты будут квадратичные невычеты. Да, и еще, чтобы потом легче считать было, давайте все-таки сделаем так. Давайте пусть X у нас будет по модулю. То есть тогда X сразу в два раза больше, потому что каждое слагаемое будет присутствовать в два раза. И вот здесь то же самое пусть X по модулю будет. Значит, тогда длина 4B. Так вот, просуммируем. Пишем не епиницу, а всевозможные квадратичные вычеты. Здесь пишем не эпсилон, а всевозможные. Тогда выражение таких вот штук будет P-1 пополам. И в левой части у нас возникнет число 4P умножить на P-1 пополам. Это легко понять. Это 2P умножить на P-1. А здесь возникнет просто сумма квадратов всех сумм и капсталин. Потому что же будет неважно, вычет, не вычет, все, все вместе. Если здесь ноль поставить, то, естественно, здесь будет ноль, потому что X куб по P это то же самое, что X по P, а сумма символов лежанка это ноль. Значит, для того, чтобы доказать вот эту формулу, осталось проверить равенство. 2P умножить на P-1 и 1 умножить, что это было 4P умножить на P-1 пополам. Это есть сумма во всем K квадратов сумм и капсталин. Ну, давайте теперь соображим, что значит возвести сумму в квадраты. Ну, это значит, надо написать все поислагаемых, потом еще надо написать все поислагаемых. Каждый умножить на каждую. Значит, вот это выражение, это есть сумма во всем K и цикле, которые независимо друг от друга пробегают полную систему, по-моему, для P. Вот таких выражений. X куб плюс K X по P умножить на Y куб плюс K Y по P. Давайте вынесем отсюда Y по P, отсюда X по P. Тогда получится вот такое выражение. Здесь вот пишем K плюс X квадрат, здесь K плюс Y квадрат. И сумму. Это уже, заметьте, не третья степень. Потому что вот здесь K входит во вторую степень. И это позволяет нам при помощи очень несложных рассуждений про символы и жанра получить явный ответ в этой форме, и он, окажется, равен вот этому числу. Смотрите, если X квадрат и Y квадрат сравнимы, то легко видеть, что это по минусу. Почему? Потому что если вы вместо K вставляете минус X квадрат, то получается 0. А во всех остальных случаях это будет квадрат нулевого символа и жанра, то есть 1. Значит, вот это очевидно. Если X квадрат не сравнил на себе квадрат, то чуть-чуть сложнее доказать, что ответ будет равен минус 1. Давайте я это сделаю чуть-чуть попозже, как только вот это объясню. А пока все-таки завершу вычисление, которое нас, собственно, интересует. Вот пусть мы это знаем. И это, и это. Пусть мы знаем вот эти оба факта. Верь, мы уже доказали, я это совсем скоро докажу. Тогда смотрите сюда. Вот здесь сумма, которая равна либо V минус 1, либо минус 1. Давайте сделаем так. Мы сначала везде напишем вместо этой суммы минус 1, а потом в нужных местах прибавим B. Когда мы пишем минус 1, получается совсем простая вещь. Получается вот этот вот символ, если Y по B, просуммированный во всем парам. Но если X по нулю, то это просто сумма нулей. А если X не равно нулю, то это сумма символов Лежандра по всей полной системе личных. При постоянном нулю, X пробегает всю систему. А сумма таких символов Лежандра, значит, вот этот может. Смотрим теперь сюда. В каких случаях надо прибавлять B? Когда X квадрат сравним с Y квадратом. Но, заметьте, если X квадрат сравним с Y квадратом, то X это на самом деле Y или ноль, и то, и то. И это нам неинтересно просто любое слагание. Или X сравнимо с плюс-минус Y. Но у нас B такое простое число, что минус 1 по B это единица. Поэтому, если X квадрат сравним с Y квадратом, то X Y по B это будет единица. И значит, нам всего лишь нужно посчитать, сколько же существует пар ненулевых остатков, таких, что X квадрат сравнимо с Y квадратом. Это очень легко. Берете любое ненулевое число X, и для него будет два варианта для Y. X и минус X. Значит, нужно взять 2 умножить на B минус 1. Это как раз и есть то число, которое мы хотели получить. Значит, для завершения вычисления осталось всего лишь доказать вот эту лиму. Между прочим, если вы обратите внимание на то, как мы это сделаем, то станет понятно, что верен такой общий факт. Если у вас здесь стоит любой многочлен второй степени, то есть K в квадрате плюс AK плюс B с производительными частями A и B, то если дискриминант вот этого квадратного трехчлена равен нулю, ответ P минус 1, как, собственно, я здесь объяснил, просто когда из-трообного такой же, просто тогда это же полный квадрат. Либо, если дискриминант не 0, то ответ всегда минус 1. Как это делать? Давайте я прямо сразу объясню на этом примере. Очень просто. Вы выделяете полный квадрат, получаете K плюс A в полам в квадрате плюс B минус A квадрат делить на 4. Давайте вот это вот B минус A квадрат делить на 4 и в результате мы должны будем посчитать сумму такого выражения M в квадрате плюс C. Давайте запишем. Ну, вот нам нужно найти сумму, где C не делится на P. На самом деле можно проще всего посчитать два случая, когда минус C по P единица и когда минус C по P минус единица. Ответ получится один и тот же, но быстрее, наверное, разобрать два случая. Между прочим, нам интересен случай, когда многочлен разлагался на линейные множители, то есть, когда минус C было квадратом. Вот это первый случай. Давайте, собственно, с него и начнем. Вот представьте себе, что нас интересует такое выражение. M квадрат плюс C это M квадрат минус D квадрат, где D некоторое число, не отделящее себя на P. Тогда что у нас будет? Вот в этой сумме сумма M квадрат минус D квадрат B будут очевидным образом два нулевых слагаемых. Это когда M, D или минус D. Замечательно. Два нулевых слагаемых. Остальных слагаемых, естественно, будет P минус 2. И давайте зададим себе вопрос. Сколько будет слагаемых равных единицам? То есть, сколько существует чисел, для которых M квадрат минус D квадрат? Это квадрат. Ну, очень легко ответить на этот вопрос. Мы должны написать сравнение M квадрат минус D квадрат сравнимо с M квадратом. То есть, у нас получится M квадрат минус N квадрат сравнимо с D квадратом. Это разлагается на множители. Таким образом, M минус N умножить на M плюс N сравнимо с D квадратом. Замечательно. Теперь, пусть M минус N это любой ненулевой остаток, тогда по этой формуле M плюс N получает однозначное значение и мы, соответственно, получаем, что количество вот таких вот пар чисел M, N это в точности P минус 1. Потому что любое ненулевое число пишите сюда и, соответственно, здесь получаете автоматически P минус 1 такая пара. Но среди этих пар есть та пара, когда M равно D и M равно минус D. И вот это нам как раз неинтересно, потому что тогда оказывается, что N равно нулю. Значит, надо взять не P минус 1, а P минус 3. То есть отбрасываем ситуацию, когда N равно нулю. И, конечно, P минус 3 это не есть количество единиц. Потому что мы могли брать здесь N и могли минус N. Это не дает нам здесь другую единицу, поэтому надо делить P минус 3 и на 2. Вот теперь мы можем уже сообразить, какой же там будет ответ. Значит, у нас есть два нулевых слагаемых, у нас есть P минус 3 пополам единица, и все остальные это, естественно, минус единица. Значит, надо из числа P минус 3 пополам вычесть P минус 2, из которого вычли P минус 3 пополам. Это как раз и будет P минус 3 минус P минус 2 минус 1. Отлично. Значит, в ситуации, когда минус С является квадратом, мы все сделали. И, кстати, ровно это нужно было нам для нахождения той суммы. То есть, вот с теоремой, которую мы доказываем, методом Никапсталли, теоремы Ферма-Эйгера, мы уже, собственно, полностью разобрались. И теперь давайте посмотрим на другую ситуацию. Пусть минус С по П это не квадрат. Минус С по П это не квадрат. Посмотрим, какие тогда, ну тогда вот никакого квадрата здесь, конечно, писать не надо, а нужно смотреть на исходную сумму. Вот на этом. Значит, С обладает тем свойством, что минус С это не квадрат. Ни при каком М тогда у нас здесь ноль не получится. Значит, все эти числа будут единицы и минус единицы. А теперь смотрите, а сколько там единиц? Но опять надо писать М квадрат плюс С сравнимо с Н квадрат. То есть все очень похоже. Опять М квадрат минус Н квадрат сравнимо с минус С. М минус Н умножить на Н плюс С это минус С. Опять получается П минус одна такая пара. Опять надо пополам делить, потому что Н и минус Н на самом деле здесь нам неинтересно. И значит, единиц будет П минус один пополам. Осталось посчитать, что будет, когда из П минус один пополам вы вычитаете минус единицы и будет П минус С П минус один пополам. Когда из П минус один вычитаешь П, получаешь минус единицу. То есть в обоих случаях, даже не обязательно, когда здесь многочлен разложен, лишь бы у него дискриминант был ненулен. Извлекается, какой дискриминант не извлекается, неважно. В любом случае ответ будет минус один. А если дискриминант ноль, то ответ П минус один. Вспоминаем, теорема фирма Эйлера при помощи метода Игоревсталя доказана. Мы доказали вот это замечательное мнение. Продолжение следует...